стрельцы приветствую вас на прогнозе на декабрь кто не любит смотреть раскладку карт переходите сразу на там код в описании кто хочет настроиться с каждой карты посылайте свою энергию оставайтесь итак давайте смотреть общая энергия месяца совет вам на месяц предостережение на месяц и по сферам жизни посмотрим работа финансы софту и любовь отношения ну что общая энергия у прекрасная ваша стихия огненная горим бежим все у нас хорошо складывается что не задумываем все в принципе получается опять же не всегда своим путем да где то можем привлечь других людей в принципе это неплохо да потому что нам же нужно чтобы наши цели достигались да и все исполнялось все желания поэтому какая разница кто это сделать я или кто-то другой да ну в общем энергия очень хорошая позитивная я бы сказала такая знаете полная вот прям такой жизненной энергии да когда действительно хочется творить прям давайте посмотрим что там по сферам в работе тем не менее смотрите какая ситуация в декабре потребуется от вас дополнительных вложений инвестиций именно знаете или временем или ресурсами если допустим вы частный предприниматель занимаетесь бизнесом здесь нужно будет действительно инвестировать и с точки зрения того что да я могу это потерять то есть смотрите если вы в найме работаете здесь может быть что от вас потребуется какое-то применение допустим большего навыка от вас чем прописано в договоре да или же сверхурочные какие-то или же допустим что-то за кого-то другого сделать может быть вы сами опять же на своей горящей королеве захотите как-то проявить инициативу да но просто понимаете что эта инициатива может и не окупиться но тем не менее знаете ну как кто не рискует не пьет шампанского да я думаю по сути ваш девиз такой поэтому здесь смотрите что в декабре очень велика вероятность того что придется вкладываться в работе и не факт что много купится если вы находитесь в поиске работы на данный момент да это про то что действительно придется постараться и не факт что все получится как вы хотите здесь может еще наблюдаться такая ситуация когда вам предложат работу с будущей перспективой то есть условно вы ищете работу на позицию специалиста а вам предложат допустим младшего какого-то там сотрудника помощника с перспективой роста то есть с одной стороны это не совсем то что вы хотите а с другой стороны перспективы есть но опять же по пятерке это не точно да может быть пройти то что ваш ваш вклад в не оправдается здесь смотрите насколько для вас важно да вот это я бы сказал найти от себя не строить каких-то воздушных замков по сути вы можете вы такие активные в этом плане так скажу и меньше ожиданий нам от того что вы делаете и тогда по факту когда такая ситуация будет разрешаться вам тогда же будет более-менее ну как бы легче принимать те последствия которые произойдут если будет все прекрасно хорошо вы порадуетесь да если не совсем так как вообще в принципе хотелось бы давно в луке и не очень сильно огорчить здесь смотрите будьте внимательны финансы у ху 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 ну что декабрь будет достаточно знаете такой авантюрный давайте так скажу здесь еще кстати может быть вот опять же со сферой работы сходиться здесь про то что знаете вот это вот ожидание больших денег и его здесь есть вероятность того что вы пойдете на какие-то халтуры дополнительные какие-то возможности будете использовать не факт что они все будут очень светлые чистые прозрачные да может где-то тоже самое какой-то криминал но это дать так это прям вообще крайний случай да и не для всех на что мы помним да что это общий расклад но знаете не совсем такие прозрачные схемы может быть это что-то и не совсем честно это то есть здесь такое что ну условно получить любой ценой и по сути своей это вот ну как скажу что жажда денег может быть давайте так страсть вот я вот так вот назвала до до денег до приумножения вот этого капитала который у вас есть он может вас столкнуть не совсем хорошие штуки здесь поэтому смотрите отслеживайте как только вы увидели прекрасную вкусную печеньку перед собой до задавать себе вопрос а чем она мне потом окупится то есть чем что потом будет происходить но тем не менее варианты будут на если хотите приумножать свое богатство варианты будут социум ухты шешки ну что впереди планеты сей душа компании лидер все прекрасно полетели за мной я знаю путь да вот это вот хочется сказать слушайте но здесь или вы вот такие яркие горящие у вас и вообще в принципе слушайте но прям совсем этот уровень управления месяцем права еще этот уровень бог и управление обществом то что где вы находитесь и опять же вот эта ситуация очень сильно понятно в этом случае тогда да что вы знаете с кем поговорить кому обратиться для того чтобы все происходило так как вы хотите или же смотрите вашем окружении очень много таких людей и ярких горячих с кем вы по сути на одной волне и это прям очень круто потому что выйдет вперед мы развивайтесь вы двигаетесь да это вот такое поддерживающее пространство и люди вокруг вас которые знаете ну вот не тянут вас в болото да наоборот они такие за ну за цели за совершение про достигаторство это ну вот что такое хорошее состояние окей ну или девушки допустим кто смотрит обратите внимание да в вашем поле где-то есть такой жезловый король ходит ходит все вокруг это кто свободно если но это прям совсем за уши протянутая так ну давайте смотреть любовь отношения вот а здесь слушайте ну что-то у вас прям так те кто в паре сначала стрельцы досмотрите декабре отношения это больше про рациональность разум и я бы сказала на холодность все-таки это про расчет это про стратегию то про то когда как мне выгодно стратегически до быть в отношениях и в каких отношениях то есть смотрите если у вас все прекрасно хорошо да то есть по сути своей вы настолько выстроили свои отношения что я сказал как бизнес проект какой-то да у вас сложился все прекрасно хорошо если вы в кризисной ситуации сейчас находитесь это про то когда это просто холодный расчет то есть по сути своей было бы хорошо допустим нужно закрыть эту тему до расстаться и пойти в светлое прекрасное будущее раздельно да но нет вы решаете что пока нет пока у меня есть там мои какие-то плюшечки как пока мне как-то все это удобно и комфортно да вот я пока останусь здесь это одну как одна такая сторона если вы в свободном поиске у вас нет постоянных партнеров вы именно настроен то чтобы с кем-то познакомиться здесь и вот опять же будет больше доминировать холодный расчет про то а кто что-то человек там ну допустим кто-то вашем поле появляется что это за мужчина ну или женщина да допустим если мужчины смотрят что мне может дать куда мы можем прийти а насколько это хороший человек которому можно доверять на сколько вообще в принципе я могу быть с ним в этих отношениях да и так далее то есть здесь знаете действительно больше такого вот расчета будет я не скажу что это будет прям эмоции да тут вспыхнули любовь и все полетели нет здесь именно про то что уже знаете такое я бы сказала подход к отношениям более такого старшего возраста да когда мы не только смотрим на то как у нас там бабочки чего там крыльями вытворяют а еще и а что же мне потом с этим делать совсем да то есть достаточно такой здравый подход но чреват тем что не совсем тоже хорош что вот этот опять же мало эмоций нам можете выбрать партнера чисто исходя из каких-то выгод нежели как а что мне потом с ним дальше делать в плане эмоций чувств потому что опять же близость вот на таком состоянии она ну под вопросом ну и смысле духовная близость да давайте смотреть вам совет на месяц ой ну что совет вам выставлять свои правила диктуйте свои правила будьте достаточно жесткими в принципе да но справедливыми давайте так это не про диктатуру какую-то да вот ну условно вот у меня такие правила я так живу если вам нравится тогда идем дальше вместе по жизни если вам не подходит да ну ссоре людей в округе очень много да то есть ну вот такой позиции что по сути своей у меня есть свои ценности установки да и правила жизни и как бы все я понижу мне все прекрасно предостережение интересно давайте так сейчас я думаю как сформулировать так чтобы не обидно было условно если вы чувствуете что вы король мира или королева мира да вы обуздали вообще все вам все там по плечу и море по колено и чего не захотите все будет прекрасно здесь про то что помните что фортуна изменчива и вот это наверное знаете не загордитесь и не берите на себя больше чем вы как бы есть на самом деле здесь действительно про чувство меры и про то что по факту да сегодня тебе может вести но ты оставайся при этом человеком потому что завтра может от тебя опять же это фортуна отвернулся да и что ты будешь делать тогда очень кстати глубокое предостережение пересмотрите свое отношение к людям с кем вы взаимодействуете и свое отношение к жизни насколько вы к ней относитесь и к тем дарам которые вы получаете к тем возможностям до которые идут к вам и есть у вас и сделать такую маленькую переоценку ценностей ну смотрите стрелять всего такой для вас прогноз лайки комментарии подписки и до новых встреч пока пока